Здравствуйте! С вами в мире звуков, красок и мелодий. Проект для тех, кто ценит прекрасное в мире и мир в красоте искусства. Зима в самом разгаре. Сколько удивительных и волшебных моментов она нам дарит. Один Новый год чего стоит. И хотя уже отзвучали новогодние поздравления и фейерверки, но все же новогодняя сказка продолжается. София, а какие зимние сказочные персонажи приходят тебе в голову, ну, самыми первыми, когда говорят зимняя сказка? Ну, наверное, все же это Дед Мороз и Снегурочка, хоть сзади Новый год. Ну да, на самом деле ты совершенно права. Сколько чудесных песен, стихов, фильмов связано с образом Дедушки Мороза и Снегурочки. Но что самое удивительное, что Дед Мороз, вот этот герой, он есть и в культуре других народов. Только называют его везде по-разному. Ну, совершенно верно. Навсегда этот персонаж на самом деле одинок. И только в культуре нашей страны у Деда Мороза есть обаятельная спутница Снегурочка, которая является его помощницей. Она помогает ему решить многочисленные новогодние задачи. Снегурочка находит общий интерес и с лесными зверями, и с непоседливыми малышами. Кто же она такая Снегурочка и почему она есть в культуре нашей страны? Вот ты знаешь, ответить на этот вопрос однозначно совершенно невозможно. Но я постараюсь дать тебе несколько ответов. Самое древнее уходит своими корнями в языческие верования, которые объясняют образ Снегурочки как воплощение в водине зимы марана. А уж марана всегда символизировала собой снег, морозную чистоту и свежесть. Заканчивалась зима, и наша героиня таила, но вновь возрождалась с первыми заморозками. Есть и другой вариант. Некоторые считают, что она прототип Костромы, чучела, сжигаемого на Ивана Купала. А некоторые полагают, что это снежная нимфа, которая испаряется весной и уносит с собой пожелания о хорошем урожае. Есть еще одно мнение. Снегурочка – это богиня весны, лилей. Она, рождавшись из снега, побеждает зимние оковы и, превратившись в воду, дарит плодородие земли. Снегурочку считают еще и олицетворением речной воды, скованной льдами. Кроме того, есть русская народная сказка о бездетной паре старики и старухе, которые вылепили снега себе внучку и прозвали ее Снегурочкой. И она тоже та и с первыми лучами солнца. Также Александр Островский пишет драму «Снегурочка», по которой и опера написана, и художественный фильм снят, и мультфильмы. Да. И на основе этого произведения рождаются чудесные образы Снегурочки, созданные уже русскими художниками, такими как Виктор Воснецов, Михаил Рубель, Николай Рерих. А как же Снегурочка стала спутницей Деда Мороза? Ну, на самом деле, этот дуэт появился не так давно, уже после революции. Замечено, что где-то в 1937 году на новогодней елке в Доме Союза впервые появился дуэт именно Деда Мороза и внучки его Снегурочки, такой доброжелательной, такой очень активной помощницы, которая помогала ему во всем, в том числе и зажечь елку, тоже без нее было невозможно. Но, на самом деле, изначально вот этот образ, как помощница Снегурочки, был немножечко не такой, как сейчас. Он был жизнерадостный, полнокровный такой, дышал оптимизмом, ну, такой вот примерно, как на картине Дайнеки, художника. И со временем превратилась в нежную внучку Деда Мороза, любимую героиню зимних праздников. Как видишь, со временем появления на свет Снегурочка эволюционировала. Она прошла путь развития от безымянной снежной бабы, вообще олицетворения зимы, до грустной такой вот героини, которая таяла, исчезала на летнее время, до розовощокой помощницы Дедушки Мороза, воплощения новогоднего праздника. История растаявшей Снегурочки грустна. Ну да, ты совершенно права. Но, наверное, в ней тоже есть какой-то свой позитив, как ты считаешь? В ней есть все-таки надежда. Ведь растаяв, она улетает на небо, как ангел, и возвращается с приходом новой зимы. Как бы вы говоря, что надежду на лучшее, которое ждет впереди, стоит сохранять всегда. Ну, а в этом, по сути дела, и есть все идеи сказок, в том числе и зимних сказок. Ну, а мы желаем вам здоровья, счастья, новых надежд и, конечно, удивительных сказочных зимних историй. С вами были мы, Даронина Ольга и Саяпова София, в проекте «В мире звуков, красок и мелодий». В проекте для тех, кто ценит прекрасное в мире и мир в красоте искусства. С вами был Игорь Негода.